девочки красавицы дайте орешков вот опять магазин 7-eleven смотри действительно действительно на каждом углу здесь этот магазин нет мне говорили что здесь прям на каждом углу магазин 7-eleven даже кстати индийская музыка везде играют кафешки на каждом углу просто я считала что в индии много еды но здесь по моему вообще смотрите тут еды просто вот каждый магазин какая-то кафешка или магазинчик ну смотри что нибудь конечно мы здесь же мы приехали на каникулы конечно поражает чистота очень похоже даже на индию можно сказать но чистота чистота просто все блестит типа по ну да немножко такой ну не знаю наверно здесь такая погода и волосы распушаются здесь же немножко от и отходите от дороги девочки вы как в индии ходите прямо стоите как коровы на дороге посередине и типа все вас будут объезжать здесь такого не будет здесь тоже вот ходят такие люди играют на гитаре и просят денежку папа наш пока где-то потерялся я нас гунгун хотят зайти в 7-eleven она кушать уже хотят смотрите здесь вот сразу тебе и магазин и массажей и так понимаю здесь маша массаже прям вот на каждом углу буквально единственное что я смотрю наши девочки ходить не умеют по улицам они привыкли в индии ходить как попало никаких правил дорожного движения не знают поэтому я немножко объясняю что здесь машины ездят на скорости так странная надо людей кажется так мало везде везде как будто все пусто да по сравнению с индией в индии вообще везде перепуты досмотрю возле каждого заведения вот такой храм я думаю что это как в индии внутри делают храм и так они делают вот так вот снаружи но людей очень мало как для индии удивительно так кажется вообще везде так пусто но красиво конечно очень красиво тайском стиле кстати не знаем куда мы идем просто идем и все просто гуляем вышли на первый день на разведку кстати очень быстро собрались буквально помылись причесались переоделись и все и сразу выехали я так думаю внутри тоже какой-то ресторан сделали такой мостик тоже интересно здесь даже не знаю что смотрите все гуляют вот таких вот тук-туках мы тоже пытаемся договориться в общем английский здесь такой что мы даже не можем понять что они нам говорят а мы не можем они не могут понять что мы им говорим ну пытаемся сейчас договориться радость говорит а поедем в сторону пляжа он разве говорит ту креветки ауры ты чё на русском с ними разговариваешь они что понимаю ту пронс в английском говори дает но утра же говорит что здесь это не соки как я думала она делает из фруктов какой-то сэндвич вы посмотрите как интересно но это не может стать и берем ай панки они это не сэндвич это панкейк раджиш но это вот да есть у нее еще и сэндвича но сейчас именно на какой-то панкейк но я думаю что так как больше ролл радуж не панкейка ролл она положила туда вот чиз и не знаю нет это не из фруктов раджиш я думаю погорячился хотя нет смотрите здесь вот есть банановый банана плюс шоколад нутелла банана и банана и яйца туна чиз не знаю что она туда еще добавить сейчас посмотрим начинает заворачивать но тоже масло много масло много реально здесь готовят для нас я так понимаю что она будет опять снова пережаривать я думаю что она они немножко как полусыром виде делают а потом второй раз просто пережаривают еще научим все все жареное тоже здесь раджиш как бы все жареная но мы посидим хорошем месте поедим раджи такое жареная да да мы сами сказали но если это все такое жареная пережаренная конечно долгом и так не протянем вот и все нужно что-то более более такое полезное ну вот она сняла я так понимаю на к там какие-то приправы добавляют что-то еще вот она вот так вот она просто расплавила сыр и поджарила просто вот поджарила как бы видите то есть все масло жареное конечно красиво ну все прям такое очень deep-fry это нам тоже вот здесь жарится масле прямо вот она для нас как раз и делает вот она для нас уже поджарила дает нам две порции мы две порции взяли 6 штук хотим попробовать наш наш наше нам даю вы имеете ввиду две платы да вы имеете ввиду а 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 гумии на это действительно плохо они такие большие да да такие крупные право и ну очень жирные раджеш конечно очень жирные вообще очень жирные прямо масло стекают смотри я носка это тоже дерево манга смотри даже манга вот висят интересно так здесь в мангу растет прямо на улице я не знаю там англ или что-то еще похоже только вот-вот вот-вот два мангу висят дерево мангу прямо на улице вот так вот мангу здесь растут все пошли люди вон идут просто вот едят прям по дороге идут пешком и едят так интересно в индии конечно так прям на ходу индии индиец никогда не будет есть индийцы до сядет здесь люди прям на ходу едят все говорят о том что вот этот магазин 7-eleven у на каждом шагу я вижу именно там и толпятся туристы потому что там более такая понятная для нас еда скажем так все вот эти булочки сосиски в тесте всякие вот слоенки ну то что мы набрали когда сюда ехали поэтому там нам конечно понять проще ну вот street food попробовали пока не понравилось очень было жирное такое то есть она два раза его пережарила но тут все сказали что нет такое жареное не хотим дети говорят как на какую-нибудь вечеринку пойдем сегодня вот я хотела показать даже вот такая вот маленькая кафешка вот даже как индийские да но они с внешней стороны сделаны более оформлены так интересно вот здесь видите такие как возвышенные ступенечки я так поняла здесь на фонтанчике потом водичкой заливается то есть все-таки какой-то делают вот дизайн интересный везде очень зелено то есть здесь много очень зеленых деревьев растений везде везде и все конечно же украшена огнями красиво везде нам нравится здесь высотных домов мы пока еще здесь не видели только буквально четыре буквально четыре этажа вот не выше приветики это мы ну говори раджеш ты что-то хотел сказать зрителям и сейчас таранда крабы карады и с друзьями дочерями меня волосы кстати я выпрямила волосы перед выходом смотрите они у меня полностью раскушили здесь действительно очень такая сырая погода поэтому я так понимаю что выпрямлять волосы это совершенно бесполезное какое-то занятие я выпрямлю волосы и мне на несколько дней хватит но это очень чистая красивая серьезно настолько настолько все чисто нам после индии вообще так чудные ну не скажи и кажется людей вообще нету раз уж согласись пустые улицы то есть для в индии постоянно где-то везде кто-то ходит там метров пустых не найдешь а здесь вот мы идем по улице реально к тебе никто не прикасается к тебе ник тебя никто не толкает да как вот в индии такой толкучка прямо то здесь такого нет кстати вы время говорите о том что вот волосы распусти воларыш и распусти на я не знаю янка у меня распустила волос она горит нормально мне нет у меня лучше я вся просто мокрая потная не товарищи это не для меня завтрашнего дня будет мой любимый хвостик потому что очень парка очень парка просто это такая погода просто в такую погоду я не выдержу с такими волосами везде везде очень красиво прям очень нравится балдеем честно балдеем просто здесь я нога по где-то покажи я она говорит везде везде воняет тема нет я говорю но как это но это это скат а это вот и есть крабы я на это скат скат ты стоишь показываешь они потом тебе прямо сразу убивают и тебя кормят свежий прям свежий да да вот так вот здесь везде на улицах улитки и все что хочешь и осьминоги видите а я она говорит что я она говорит что везде такой запах противный я говорю но это сифуд кто не любит тот наверно не любит для них это в диковинку прямо становились посмотреть так интересно охлаждают кокосы в индии я такого не видела чтобы кокосы прямо во льду держали здесь вот прям во льду фрукты и кокосы держат вот это очень вкусный фрукты в индии тоже он есть как называется я боль ты узко фрукту и вандар кучу от ауска я знаю этот фрукт но я не знаю его имени в индии он очень дорогой и очень вкусный такой кисло-сладкий вкус ну кафешек здесь много конечно кафешек очень много здесь вот тоже стоянка вот этих тук-туков увидите но только правда не такой не такой как у нас смотрите как как скутер половина как скутера половина вот здесь смотри какие интересные тук-туки раджиш ты видишь скутер как байк сбоку а здесь вот вместо сидеть я на ты заметила интересная какой дизайн у нас немножко по-другому я байкор андербайд сакты интересно но я наш выпрыгивает хочет куда-то хочешь вот здесь это market можно здесь пройтись завтра сейчас просто хочешь по улице пройдись ну идем идем они просто у них маленький ребенок они постоянно где-то задерживаются и мы получается ждем через каждых два метра их ну кстати зашли в местный market покупать мы ничего не собираемся вот здесь я на вот здесь и мне очень мешают волосы я просто уже не могу поэтому пока раджиш там ждет я хочу купить какую-нибудь резиночку для волос посмотрим я нам не любая пойдет просто любая даже может быть что-то такого плана я не знаю вот такого плана спроси сколько стоит ну я думаю вот продавец только что она здесь была все я завязалась резинкой я не могу я сдалась очень-очень жарко очень липко в общем одна одна такая вот резиночка стоило 20 бат надо спросить какой курс вот этих батов суба сколько обошлась она нам разве сколько это 20 бат вот одна моя резиночка за 20 бат дорого сколько это за 50 рупи но дорого конечно взяла фифты фифты дорого конечно взяла с нас ну ничего кстати самое самое первое место такое забитое которое сегодня увидела ну то есть вообще людей просто не протолпится ни одного свободного столика нету потому что в остальных во всех местах просто было пусто но это вот главный маркет уже начался люди здесь по всей видимости и покупают и едят и много-много здесь разных вот разных видов еды есть тоже очередной 7-eleven здесь уже вижу вот такие все есть мы кем все не хотим мы хотим сходить какой-то хороший ресторан поесть нормальные еды уже за целый день потому что мы целый день как бы питались перекусами теперь хотим что-то что кто кого ругает ругает ну нас русская какая-то рассказала стоять русских много здесь я на я же тебе говорю русских очень много вот он океан здесь кстати океан или или море я не знаю до сих нет я не я не загуглила что океан или море это море 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 вот мы на берегу море а нельзя туда спуститься поближе нет они прямо граде или да такая вот прям ближе нельзя где-то наверно дальше есть спуск но здесь очень высоко и внизу вот прям ко мне что даже не спрыгнешь все мы теперь на эту сторону перешли шум волны слушаем сейчас посидим здесь немножко мы вообще-то сегодня конечно устали немножко уже как ходим ну чувствуется конечно усталость может быть перемена климата климат такой прям вот влажный жарко очень плюс ну дорога конечно же то есть такой перелет тяжелый был трудный сказывается я думаю это все хотим сейчас вот поезде нибудь есть тоже спокойно расслабиться